Несмотря на то, что по календарю каникулы, для отрасли образования лето – самая напряженная пора. Школы, сады, учреждения дополнительного образования готовятся к приему своих воспитанников. Большинство образовательных организаций в этом году ремонтируются за счет муниципалитета. А вот за 36-ю закреплено 58 шефских организаций. Да, конечно, мы готовимся к озеннему зимнему периоду. Мы ремонтируем систему отопления, наши собственные котельные. Шефская помощь – это прежде всего ремонт фасадов, кровель, санузлов и благоустройство территории. Без шефов мы не смогли бы достойно справиться с подготовкой к новому учебному году. Большое спасибо всем социально активным нашим партнерам. В целом, практика шефской опеки над образованием в Сочи работает уже восьмой год подряд. За это время местные предприниматели, кстати, большая часть которых – единороссы, отремонтировали школы и сады на сумму в 300 миллионов рублей. Шеф детсада номер 6 – сочинский мясокомбинат на завершение работ по ремонту фасада в этом году выделяет 300 тысяч. Приводить его в надлежащий вид начали еще в прошлом году. К первому сентября вопрос внешнего вида здания будет закрыт. У нас очень большой коллектив, почти 1600 человек работает. Естественно, там и мамы, и бабушки. От того, как устроены их дети, соответственно, родители спокойны, и повышается производительность труда, и родители не переживают за своих детей. Поэтому, естественно, что отношение самое положительное к этому вопросу. А вот в Юнге, это 110-й детский сад, вопросов намного больше. Одно из проблемных учреждений дошкольного образования требует капитального ремонта. Только веранды здесь еще с 80-х годов. Здесь надо и фасад отремонтировать, да и группы нуждаются в ремонте. И мы сегодня знаем, что туроператор «Библиоглобус» выделяет около 2 миллионов рублей для того, чтобы этот детский сад привести в надлежащий вид. Вообще в городе Сочи сложилась очень хорошая традиция шефства над детскими дошкольными учреждениями и школами. В основном это единороссы. И мы им благодарны за то, что они сейчас ведут активную подготовку к новому учебному процессу. Генеральный директор «Библиоглобус» Александр Тугалуков подтвердил шефство над 110-м детским садом. Опекуном юнги в скором времени может стать и крупный застройщик, который по соседству с садом строит жилой комплекс, а в процессе разбивает дорогу. Глава города обратился к бизнесменам с предложением вспомнить о социальных обязательствах застройщиков и помочь с ремонтом дошкольному учреждению. Тем более, что юные жители строящегося дома – потенциальные воспитанники 110-го детсада. Обращаясь же к руководству садика, мыр отметил, что многие недоделки здесь можно ликвидировать и самостоятельно. Сам же муниципалитет сейчас активно готовится к началу строительства новых учреждений образования. Первые на очереди – детский сад в ЛАО и школа в Беранде с пристройкой для дошколят. Субтитры создавал DimaTorzok